Боже, милостью будем не грешным Создав имя Господи, помилуй меня Бесчастовец согрешил Господи, прости меня грешным Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слова, родящую и сущую, Богородицу Тебе, величай ему, слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресно и во веки веков Аминь Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, благослови Воскресе измертвое Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Молитва ради Пречистой Твоей, Матери Силы и щаснага Животворящего Креста Святых ангелов наших, Хранителей И всех ради святых Помилуй и спаси нас Яко благое сей человеке, любец Аминь Боже, милостив, будь мне грешным Создав имя Господи, помилуй меня Бесчисло я согрешил, Господи Прости меня грешным и помилуй За молитву святых, Отец, наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Аминь Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, всяческих ради Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, всяческих ради Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, всяческих ради Боже, очисти мне грешного Яко не коли же благое сотворих пред Тобою Но избави меня от лукавой Да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзло Уста мои недостойные Восхолю имя Твое и Святое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присло и во веки веков Аминь Царю Небесную утешителю души истинной И живи с детства и вся исполняй Сокровища благих и жизнеподателю Прииди и вселися вны И очистены от всяких скверных И спаси блаже души наша Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и присло и во веки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, япо, на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Вот ставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пейте сильной. Свят, свят, святости Божия, Богородице помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на воздвигу, исти Господи умой, просвети сердце, и снимай отверзи. Воеже петите, святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородице помилуй нас. И ныне, и пресно, и вовеки веков, аминь. Внезапно Судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия. Богородице помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому героя твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с обеззаконием моими. Но человек полюбствовал, если я обычно, и в нечаянии лежащего воздвигу мне, если твое же утро вительство восходите в державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои устав, поучатесе с повествием Твоим. И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петите во исповедание сердечным. И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 72 Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят свысока. Поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашей. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки всем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие, и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не извергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и неразумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Для чего Божий отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажите твоей. Вспомни сон твой, который ты стяжал издревле, и скупил жезл достояния твоего, эту гору Сион, на которую ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище твое. Совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем. Разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка. И нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг. Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоей моря. Ты сокрушил головы змеи в воде. Ты сокрушил голову Левиафана. Отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источники поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли. Лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа. И люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призренно завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратиться угнетенный посрамленным. Нищий и убогий да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое. Вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь криков врагов Твоих. Шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господи Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизреченные в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня Сатана, и не похвалится Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды. Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очерева Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтоб снова потрудиться для Тебя без злени, усердно, как прежде потрудился с Сатане Прельщайшему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица и Моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного у мамы его, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. И избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Небольшое вступление к молитве сделано. Мы начали эту тему, когда гнев идет не от человека на одного человека. А это пресекается Господом. Если вспомнишь, что тебя кто-то что-то имеет, положи жертву твою, не молись, сначала пойди примирись. И это прямое указание Господу. А то бывает гнев нация на нацию. И это называется война. Вот сегодня прямо везде нападает на наши ролики. А как же тогда так? Да мы бы рабы других были. Иначе нас пленят. Совершенно не понимают, о чем говорят. От человека это не зависит. Вот здесь в этой теме показано, как Господь прогневается на человека. Никакое оружие, никакие подводные лодки, самолеты, никакие ракеты не помогут. Все это замрет. Или мыши перегрызут тетиву, как в сказках сказано ночью, воевать, а луки все пропали. И так и здесь. Зажигание какие-то не сработает и ничего не сделает. И сожжено будет великое блудница великим и страшным огнем. Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприян Карфагенский. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, и именуется добродетелью, если делается в массе, преступником приобретает безнаказанность умножения ярости. На самом деле так. Так, если один пойдет кого-то убьет, смертный грех отлучен на 18 лет от церкви. А если собрались двое или трое, или послали куда-то, раз ты в армии, тебе надо подобраться, часового зарезать там, который тоже такой же, как ты, ничего не знает, зачем его вытащили, то это уже награда. И дает ему за это крест, крест Христов. И он полный кавалер креста, по сегодняшний день хвалятся. Вот наш дедушка был, а он полный кавалер, то есть четыре креста георгиевских заработал, то есть многих людей убил. В четвертом веке Лактанский говорит тоже, кавычки, не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина у христиан. 18 февраля отмечается память Папы Льва. Когда грозила гибель Риму, вышел Катильли, как Гитлеру, предводителю Гумнов. И варвар увидел двух ангелов возле первой иерарха и отступил. Не милиции, не щекисты, не так охраняли митрополита, будущего патриарха. Покоряйтесь, народы, ибо с нами Бог. Так поют, но так ли это? Вот в интернете показано, где Пещерскую лавру или Псковскую, там приехал патриарх. Только рядом показано, стрелками красными, семь охранников стоит. Сколько снайперов вокруг очевидно, как правило. Все дороги выметены, ни одного человека нигде нету. И написано, Кирюша совсем не верит в Бога и не надеется на него. Чудо от принесения иконы Владимирской Божьей Матери было несколько раз. 21 мая, 23 июня и 26 августа от Махмед Гирея Крымского хана в 1521 году, от Ахмад Хана в 1480, от нашествия Тамерлана в 1398 году. Вот описание это по житиям святых. И кто не знает, я еще раз прочитаю. Чудо от принесения иконы Владимирской Божьей Матери было несколько раз. 21 мая, 23 июня и 26 августа. Значит, первое от Махмед Гирея Крымского хана в 1521 году, от Ахмад Хана в 1480 году, то есть еще раньше на 100 лет, и от нашествия Тамерлана в 1395 году, еще на 100 лет раньше. Вот описание это по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевичу III 1389-1429 годы и митрополитик Киприяне, а Горянский царь, монгольский завоеватель Тамерлан, поднявшись с востока, покорил много стран, взял елец, умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую и искоренить веру христианскую и направлялся к Москве. В житиях, считаем, страница 463 за 3 августа. Сопротивление было настолько бесполезным, что о нем они помышляли достойно. Но открыли все храмы, и день, и ночь шли молитвы к престолу Божию. Почему я читаю эту тему, вступление к молитве, чтобы мы тоже молились? Окружена была Россия со всех сторон. Объявлен был пост, как в Неневе. Тамерлану же, когда была принесена в Москву из Владимира икона Божией Матери, был тревожный сон. Он метался в постели всю ночь в шатре и утром рассказывал своим вождям о страшном видении на небе. Женщины необыкновенной красоты, и с ней мужей. И как ему грозили они, предвещая в случае его похода на русских, смерть. Он видел не только Божию Матерь, но и женщин, то есть святых жен. И хотя его никто не преследовал, он бежал в страхе, и давя друг друга, его войска бросали оружие и оставив свою добычу, поражаемой без пролития крови. И был путь его против давнего врага России, Астраханского хана, который он разбил и сам внезапно где-то умер, и все войско его, как вода, ушла в песок. И через 85 лет летописец пишет «Нет, не оружие, не мудрость человеческая, но сам Господь спас ныне Россию». Советские историки, не умея никак объяснить отступление Тамерлана, этого железного храмца, вычеркнули его вообще из истории. Мы же считаем, что военная стратегия тут стратегии не помогла. Но тот, кто праведно судит и воинствует, Откровение 19, 1-16, кто дарует непобедимое оружие своим свидетелям, Эфесянам, 6-я глава, 10-й, 20-й стих. Как Иоанн Златоуст говорит, что страна в это время, Неневия, напоминала, как человека, который склонился, лежа на земле над пропастью. Сопротивление было совершенно немыслимо. Он захватил, когда Ирак около Багдада огромное сделал пирамиды из человеческих голов. Когда он захватывал Индию, то решили так, навстречу ему послать, кажется, пять тысяч трехлетних, пятилетних девочек, мальчиков, с розами в руках, со светами. Он, говорит, когда увидел это, мгновение стоял, говорит, потом гикнул, и конница понеслась и смело изрубили всех, ни одного не оставили. Это был бич Божий. Бог, Он один покоряет под ноги христиан Сатану и его служителей. Римлянам 16-20. Кавычки открыты. Царь же, полный сильного гнева, с несчастивым замыслом, вышел целым походом со зверями, желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей. Когда иудеи увидели пыль, поднимающуюся от слонов, выходивших из ворот и следовавшего с ними вооруженного войска, и также от множества народа, и услышали стильно раздавшиеся клики, то подумали, что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания. Подняв плач и вопль, они целовали друг друга, обнимались с родными, бросаясь на шеи отцы сыновьям, а матери дочерям. Иные же держали при грудях новорожденных младенцев, сосавших последнее молоко. Зная, однако же, прежде бывшее им заступление с неба, они единодушно пали, ниц, отняв под грудей младенцев, и громко взывали к властвующему над всякой плотью, умоляя его помиловать их и вить помощь им, стоящим уже при вратах ада. Царь всесильный, высочайший, Бог-вседержитель, милостиво, управляющий всем созданием своим, призри отец на семя Авраама, на детей освященного Иакова, на народ святого удела твоего, странствующий в земле чужой и неправедно погубляемый. Ты, жестокого царя сирийского сенахерима, тщеславившегося бесчисленными войсками, покорившего мечом всю землю и восставшего на святый город твой в гордости и дерзости произносившего хулы, низложил, явно показав многим народам твою силу. Те же, которые обрекали их на погибели и на пищу хищим зверям и с радостью делали им перепись, теперь объятые стыдом восстинали и дышавшая огнем дерзость угасла с позором. Это выдержки из третьей книги Маковейская 5, 31, 34, 6, 2, 4, 31 стихи, 7 глава, 7, 2 Маковейский, 8, 36, 9 глава, полностью, 10, 29, с неба, его, Божьи всадники, их крест в душе. Житие Никиты, 15 сентября, Константина, 21 мая, когда же путь народа Божия не угоден в очах Божиих, то ни иконы, ни ковчег не помогут, но попадут в руки врага. Первая книга, Царств, 5 глава, Житие Бориса, 2 мая, сказано, бесы боятся креста, но злой человек и креста не боится. Корнилий, игумен Псковский, 20 февраля память, вышел навстречу Ивану Грозному, он же, приблизившись, выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом. И этот сын убийца, еще до Никона, то есть старообрядец, называется благочестивейшим защитником православия. Таких лютых не было и у еретиков. Меч не пригоден для защиты даже за Христа. Вложи меч твой в его место, Матфея 26, 52, в его ветхозаветнее место. А отныне же кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13, 10. Христос навеки убрал меч из рук своих, но враг же может нас пленить, говорят нам. А я говорю вам, плен, как и война, тоже есть наказание за грехи наши. на этом пока все на сегодня. Если Господь благословит и будет еще занятие, мы продолжим эту тему, потому что речь идет именно о молитве. Нигде так страшно не бывает, как на войне. Это не один человек тебя пленяет, а много. и поэтому прочитали, как израильский народ спасался, когда Господь благословлял их и простирал благодейщую десницу свою. За молитвы святых Отец Наши Господи Иисусе Христе Сыне Божие помилуй нас. Аминь. Царю Небесный Утешителю Души Истинной Ижи Везде Сы И вся исполняет сокровища благих и жизни Подателю. Приди и вселися вны и очистены от всяких скверных и спаси блажей души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святы, посети иссели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святы и угодники Божии, Игнатий Владимир, Никита, Надежда. Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвником о душах нашей. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Ирия, Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Олипия, Андрея, Владимира, Максима, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иношинский чин и высших истинных служителей миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И да, нам еще священника, если угодно, воле Твоей святой. И смири власти и воинств Твоих, наведи страх Твой на них и через них сотвори благое от церкви Твоей и сохрани их от покушения. Владимира, Димитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И нас научи ценить это мирное доброе время и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от ежесистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафима, Алексея, Иосифа, Романа и пришли добрые жители здесь и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Ищадович, Виктора, Сергея, Севастьяны, Людмилу, Нину, Алектину и расширь пределы наших общин. Найди новые души, всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Димитрия, Марину, Ищадович, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Димитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Аллилуйя! Возри на врагов, потуши их гнев, не дай им желаемых, закрой их лживые уста, и судный день не помяни их безумия, примири с нами. Аллилуйя! Благослови благодетелей наших, Илья, Евгений, Евгений, Наталью, Максиму, Владимиру, помогающим детям Твоим. Аллилуйя! Господи, благослови дару исцеления болящим, укрепи их силы, дабы никто не возраптал. Благослови Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру, Анну, Виктора, Василия, Калерию, Акелину, Марию, Тамару, ты всех знаешь, Господи. Благодарю тебя, Владыка, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, и все в свое время окажется полезным для спасения души. Аллилуйя! И сохрани наше сокровище здесь, сайты, курм, все, что у нас есть, и трудящихся Игорь и Илья, Василия, Сергея. И обрати на путь покаяния Тимофея, Тимофея, Мартина. И от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих, Раиса, Льва, отступников, Николая, Михаила, ты их всех знаешь. Не дай им погибнуть в отступлении. Аллилуйя! Найди все наше родство Идакию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Между нами да будет мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, сородников, благодейших, и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное. И сотвори им вечную память, вечный покой. Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя! Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указал на толкование святых отцов на истину. Воздай милостями за Себя, Мария, Михаил и Ангел, Вечности, трудившись на возрастание моей души и всех благослови. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога, мне грешен, Благодарю Тебя, мой ангел, Сколько лет Тебя хранил, защищал, Не покинешь смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела, И проведи душу мою помытарством, И веди ее навеки, Вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Иоанн Креститель, Претеща Христов, Моли Бога о нас, Научи нас, Господи, Жители бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным, Не роптать, никому не завидовать, Прославляя Твое святое имя, И каждому дару жилье, И Сергею Гавриилу, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Молите Бога о нас, Святые пророки Божии, Пророк Илья, Ильисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахер, Давид, Нафан, Даниил, Отроке, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, Дабы день прихода Твое Нашего отшествия Не застал нас Неготовыми, Но чтобы вышли Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами Полными Или добрых дел В соделанных Духе Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Нас Святые Ангелы Архангелы Херувимы Серафимы Все небесные силы Престолу Божию Предстоящие Аллилуйя Святые Апостолы Петр и Павел Евангелисты Матфей Марк Вукаян Да дарует Господь Нам жажду Исследовать Священное Писание Ибо через них Мы думаем Иметь жизнь Извечную А они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Слава Тебе Боже наш Слава Тебе Молите Бога О нас Святые мученики Мученицы Игнатий Богоносец Полихар Смирский Устин Философ Космай Дамьян Андрей Стрателад И Иерон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Некомедийский Георгий Победоносец Пантелеем Сорок святых Мучеников Царь Николай Святое царское семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис И Глеб Молите Бога О нас Да укрепит Господь Народ свой Дабы никто Не принял Начертания Зверя Антихриста И дары Веру Анфиму Вениамину Старшей Родителей За такое Ложное Воспитание Их Исправь Молите Бога О нас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов Иоанн Златоуз Афанасий Великий Прям Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ивов Сергий Радоневский Степан Пермский Серафим Саровский Иоанн Тобольский Иоанн Кронштадтский Иоанн Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский И Филарет И все Переводчики Из Священного Писания Молите Бога О нас Да укрепи Ты сохранит Нас Господь В Святой Православной Вере А замыс Иеретиков Ничто преврати Развей Аллилуйя Молите Бога О нас Святые Жены И Девы Фехла Первомученица Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетует Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила И Акила Андроник И Юня Киприянов Истина Молите Бога Она задарует Господь Послушание И Молчание И Молчание Соломудрия И стыдливость Женам И Девам И сохрани Их от всяческого Поругания И исправь Непокоривость Галины Семейства Евгений Надежды 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 Светланы Марии Раиса Марина Юлия Елены Людмилы Галины И Анны И прими Нашу молитву Воздеяния Рук Как жертву Вечерней Благоухания Приятной Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся Тебе На небе И на земле Боже Всемогущий Услыши И исполни Молитву Всех Молящихся О благе Нашем И прими Нашу Молитву Господи Боже Наш О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И помилуй Болящих Игоря И Игоря Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Господи Царю Царю Даром Изреть Моя Прегрешение И не Осуждать Брата Моего Якоб Благословен Иси Во веки Веков Аминь Боже Очисти Негрешен Господи Прости Меня Помил Боже Милости Будь Негрешен И Создав Имя Господи Помилуй Мя Бесчислав Согрешил Господи Прости Меня Грешен И Помилуй Аллилуйя Будь Милостив Ко мне Грешен Омой В крови Твоей Пречистой Слава Тебе Господи За Голговскую Жертву Твою За Страдания Твои За Искупление Даруемое Твое За Твое Долготерпение Милосердие Благодарю Тебя Слава Тебе Боже Наша Хвала Тебе Боже Будь Милостив Ко мне Грешному Господи Владыка Живота Моего Дух Праздности Уныния Любоначаля Прознословия Сребролюбия Не дажми Душа Соломудрия Смиренно Мудрия Терпение Любви Даруй Мне Рабу Твоему Ей Господи Царю Даруй Изреть И Моя Прегрешение И Не Осуждать Брата Моего Як Благословен Вести Во веки Веков Аминь Доброе утро Всем Кто приходил У нас порядок Один Утром Мы Рассматриваем События Дня Это у нас Часовой Ролик Готовится Рассматриваем 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 Продолжение следует...